Сегодня откуда не возьмись после долгого отсутствия на телеэкранах появился артист Никита Джигурда. Своё возвращение он приурочил ко дню рождения Владимира Ленина. Собрал компанию и стал митинговать за вынос тела вождя из мавзолея и православные для него похороны. Кто помог испортить коммунистам этот праздничный день, расскажет Вера Попова. В день рождения Ленина они хотели устроить крестный хоз вокруг Кремля и рок-концерт у мавзолея. Но музыкантов и монахов арестовали, а реквизит забрали. Машину тормознули, оцепление милицейское, музыкантов забрали, мы прорвались. Остатки рок-группы «Экзорцист» решили, что они и втроём сила. Стоя под мостом недалеко от Кремля, они призывают подумать о душе вождя пролетариата. Во имя того, чтобы душа Ленина нашла покой, мумию идола нужно захоронить рядом с его земной мамой. А депутат Абельцев сравнивает Ленина с тёмными силами. Сам мавзолей построен по проекту Бергамского храма, храма Сатаны, который был разрушен в Юго-Восточной Азии. С нашей стороны мы готовы быть битыми. Перед ратным музыкальным подвигом звучит благословение Батюшки. А затем специально написанная именинная песнь Ленину. На громкий шум сразу же приходят милиционеры. Никита Джигурда, назвавший себя несколько раз православным, читает проповедь на новый лад. Идолу кладут цветы, идолу киновному в жертвах миллионов русских людей. Но эпатажных музыкантов просят поискать единомышленников в другом месте. И артисты едут в Госдуму к депутату Жириновскому. Он их поддерживает и в течение 40 минут пересказывает всю историю коммунизма. Голод, тамбовщина, применение химического оружия против крестьян. То есть столько преступлений не совершал ни один режим. В подтверждении сказанного снова звучит песня. Прочь, идола от стен Кремля! Только все это должно было быть с музыкой, русской музыкой, хэви-метал, с православными молитвами. На поющих людей в черных одеждах с любопытством смотрят прохожие. Но их мнение в отношении Ленина не такое резкое. Мы когда с детства привыкли, что там у Ленина лежат. Ну, наверное, может что-то и надо поменять в это время. Интересно, что в это же самое время в Кремле коммунисты возлагают к мавзолею цветы. Вера Попова, Дмитрий Нефедов и Дмитрий Фаерман. Пятый канал. Москва.